Ребята, всем привет! Меня зовут Алёна, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы отправляемся в путешествие в город Аваро, который находится в регионе Фриули, Венеции, Джулии. И если вам интересно посмотреть на природу горы, осенний лес, то продолжайте смотреть. Итак, сейчас мы попытаемся подняться вот в эту гору, которая находится за моей спиной. Мы уже доехали до сюда, взбирались мы на машине и поднялись на высоту около 1400 метров. Затем мы прошли 200 метров вверх по такой неасфальтированной дороге. На самом деле здесь практически никого нет, нам только попалась милиция, так скажем, леса и двое велосипедистов. Очень красивые места, нам пока что все очень нравится. У нас был пикник, и сейчас мы отправляемся снова в путь. Вот такие вот открываются прекрасные виды. Идти нам еще довольно-таки долго, и здесь мы увидели небольшое пастбище лошадей. И так вот мы на вершине, наконец-то, одной из гор. Был действительно очень тяжелый путь, я не знаю, лично для меня, потому что весь путь состоял вот из таких вот камней. Одно место состояло просто, когда мы шли. Я постараюсь показать это видео по такой небольшой тропиночке по горе. На самом деле, вообще мы собирались на озеро, но потом ребята очень редко применили идею, и мы вот такой вот практически, да, городской одежде пришли здесь сделать этот путь. Но все равно нам очень понравилась природа, здесь очень здорово, нам очень повезло с погодой. Сейчас середина октября, даже конец октября, но все еще держится такая очень приятная погода. Днем около 20, конечно, к вечеру температура снижается. В любом случае, это было очень красивое место. Если вы тоже захотите пойти, то оно находится около города Оваро в регионе Фриули, как я уже говорила в самом начале видео. Ну и, конечно, постараюсь показать вам некоторые панорамы, которые нам здесь встретились, какой здесь путь, и, да, приятного просмотра. Мы сейчас ходили вот по этой вот красоте, где находятся разные лица, поднимались туда наверх, а еще вам хочу показать просто это минное поле, по которому мы шли полпути. То есть мало того, что нужно было идти вверх, нужно было еще очень внимательно смотреть, куда именно идти. Мы сейчас пришли на то место, где мы делали пикник днем. Немного времени еще будем ждать, и потом отправляемся уже обратно, потому что сейчас около 4 часов, и вот, допустим, на этой стороне горы уже пришла такая тень, и с ней пришла довольно-таки прохладная погода, такое какое-то сырое ощущение. Ну, в общем, я могу сказать, что на самом деле, несмотря на то, что мы выбираемся в горы, мне очень нравятся как летние прогулки в горах, так и мне хотелось бы очень посетить и зимнюю прогулку в горах. Я надеюсь, что это зимой у нас это получится. Расскажите мне вы, если вам нравятся горы больше летом, либо зимой, чем вы занимаетесь летом в горах, если у вас есть такая возможность, есть, хотела бы вас спросить. И еще хотела бы спросить, все-таки, что нравится больше, море или горы? Нам вот, допустим, с молодым человеком, конечно, безусловно, нравится больше моря, я уже это жду-не дождусь, пока начнется следующий летний сезон. В общем, об этом, во всем мы поговорим потом. На этом я буду заканчивать наше видео, и надеюсь, что оно вам понравилось. Прощаюсь с вами, всем пока, до новых встреч!